Прошел год с момента запуска станции ультрафиолетового обеззараживания. Ее построили на территории очистительных сооружений Заволжского района для более эффективной фильтрации сточных вод. Эта станция служит финальным этапом перед сбросом воды в Волгу. В помещении находятся трансформаторами, а под железным полом в зеленых лучах ультрафиолета плещется вода. Все процессы автоматизированы. А это буквально головной мозг ультрафиолетовой станции. На щите управления транслируются данные, начиная от уровня воды, заканчивая исправностью ламп. Также эти показатели транслируются в диспетчерской. Ультрафиолетовое излучение убивает микробы и вирусы. Раньше для их уничтожения использовали хлор, что было небезопасно для окружающей среды. Сейчас очистные почвы не отравляют, да и показатели очистки выросли на 30%. Такие сооружения позволяют пропускать меньше кубометров неочищенной воды. Изначально мы оперируем цифры 94 тысячи кубических метров. К концу реализации 2024 года мы должны сократить цифру в три раза, до 31 тысячи кубов разбрасываемых в бассейн реки Волга. Остальные очистные сооружения Ульяновской области тоже приведут в порядок. В список вошли объекты, расположенные в Ульяновске, на Ульяновске, Демтравграде, Индии и Барышае. Это работы на первой очереди ГОСК, биологическая очистка. Ведется реконструкция. Там сметная стоимость сейчас составит 1,3 млрд рублей. И у нас прошел государственную строительную экспертизу. Проект полной реконструкции биологической очистки на левобережных, на этих очистных сооружениях. Его сметная стоимость сейчас составляет 2,7 млрд рублей. Реконструкция очистных комплексов правобережья уже началась. Все сооружения ремонтируют и обновляют по нацпроектам экологии и оздоровления Волги.